друзья всем привет сегодня у нас мусака мусака из баклажанов это блюдо турецкое сегодня показываю как я его готовлю для этого рецепта нам понадобится три больших баклажана их нужно промыть почистить с двух сторон срезать попки и очистить вот так вот шкурочку не полностью так как показано на видео отдельно в миске у меня холодная вода с солью в этой соленой воде мы будем вымачивать наши баклажаны в течение получаса чтобы ушла горечь из баклажан наши баклажаны нужно просушить бумажными полотенцами нужно хорошо убрать влагу так как наши баклажаны в дальнейшем будут жариться еще на масле и чтобы не стреляла масло нужно хорошо их просушить дальше мы режем наши баклажаны вот такими кольцами и наши заготовочки мы будем обжаривать на растительном масле с двух сторон кто не хочет жарить так как у нас баклажаны много масла выбирают в себя кто не хочет жарить хочет менее жирное блюдо наши баклажаны и такие заготовочки можно испечь в духовке и после делать так как на видео в дальнейшем будет показано делает так же как мы делаем и с жареными баклажанами мы обжариваем каждый баклажанчик с двух сторон до румяной корочки и будем их складывать на бумажное полотенце чтобы наше лишнее масло ушло обжарили наши баклажаны откладываем их на время пока мы будем делать фарш в этой же сковородке мы обжариваем фарш фарш у меня говяжий вы можете брать свой любимый фарш у меня говяжий фарш я его хорошенько обжариваю перемешиваю к фаршу мы будем добавлять одну луковицу один репчатый лук режем на кубики мелко и добавляем к фаршу хорошо обжариваем еще три-четыре минутки и будем добавлять томаты собственном соку у меня здесь два помидора либо два помидора очистить от кожицы и порезать кубиком добавить добавляем 2 помидорчика мелко нарезанные обжариваем еще две-три минутки и добавляем зелень меня здесь петрушка наш фарш готов сейчас мы будем наши баклажанчики готовые складывать вот так вот форму для запекания делаем вот так вот слой баклажанов и сверху будем выкладывать наш подготовленный фарш тоже покрывать баклажаны сверху это очень вкусно и очень сытно попробуйте приготовьте и вы для заливки мы делаем соус берем стакан воды добавляем туда ложку томатной пасты перемешиваем и заливаем этим соусом сверху наш наш наше блюдо хорошо распределяем по всему по всей форме залили и украшаем перчиком сверху помидорками либо черри что у вас есть вот такое вот красивое блюдо мы сейчас его поставим в духовку разогреваем духовку до 200 градусов ставим на 30-40 минут запекаем это все эту всю красоту вот такая у нас красота получилась очень вкусное красивое блюдо его подают с йогуртом либо со сметаной приятного всем аппетита не забудьте подписаться на канал